Автомобиль, место дома. Семья Канакиных продолжает ночевать в старенькой Волге. Напомним, стариков выгнали из дома две недели назад. Пожилая чета успела написать письма о помощи местным Акимам, министрам и даже партийным деятелям. Но результатов пока нет, говорят пенсионеры. Проблему снова решила изучить Миром Гурсалкинбаева. Батареи все, они все сняты, позамороженные были. Это полностью проводить, а как проводить, печка не работает. Это дом, в котором проживают Надежда и Василий Канайкины. По словам пенсионеров, его им одолжил старый знакомый. Когда кушали горячую еду и когда умывались, старики уже не помнят. Каждодневным их питанием стала китайская лапша. Но это не самое ужасное. Из-за всех проблем у Надежды Петровны случился инсульт. Теперь 60-летняя пенсионерка имеет дефект речи. История положила свое начало еще зимой прошлого года. Надежда Петровна и ее супруг Канайкин Василий хотели купить квартиру. Отдали задаток некие семездравые в размере 300 тысяч тенге. А всего причитается 780 тысяч. Но как мы видим, семья Канайкиных осталась не только без денег, но и без жилья. А на днях к Надежде Петровне позвонила одна женщина. Мало того, что она не представилась, так еще и грубила, рассказывает пенсионерка. Я говорю, зачем бы вы опять в прокуратуру написали жалобу на семездравовую. У нее и так 5 исков, она бедная и так, под ипотека у нее. Она вам будет отдавать деньги. Я говорю, она должна была как раз в субботу отдать деньги. По 5 тысячи стала обещать уже. Отдавала по 2,5 тысячи. А мне бедная женщина, у нее 5 исков. Куда только не обращались, пенсионеры побывали во всех вышестоящих инстанциях. Но судя по тому, что они продолжают ночевать в машине, видно, что все безрезультатно. У меня по голове что-то как-то стукнуло. Скорую сын вызвал. Скорую. И меня увезли. Я в реанимации была, пункцию брали у меня. 3 дня я там полажала в реанимации, ушла и убежала. Потому что квартиру выгоняют, поэтому я ушла. Я плохо разговариваю, забываю. Как выяснилось, квартиру, которая находится на 14-й микрорайоне, перепродали молодой семье. Настоящая хозяйка квадратных метров документы оформила официально. А покупателю сказала, что Канайкины проживали у нее в квартире бесплатно. И даже утверждает, что они с ними договорились. Я как приехал, они говорят, вот-вот, мы подождите, подождите. Я раз, короче, с Ежаном сюда приходил. Он говорит, вот, давай мы их выселим сильно. Я говорю, не надо, старые люди, пусть живут. Они говорят, подожди, срок дали, короче. Ну, до субботы что-то такое. И ладно, терять тостом. Потом, как вот они сказали, что я сошел, они опять на неделю перенесли. А бывшие соседи, в свою очередь, твердят, что семья была очень хорошей. И не нужно было им выезжать с этой квартиры. Они приходят вот так вот и показывают корочки. Мы ругаемся, мы говорим, не ходите, эта квартира, она проблемная, эта квартира, мы говорим, ее продают без конца. И эта Светка приходила, и когда бабушка давала деньги, мы говорили ей, не давай деньги, не давай. Ну, мы пришли, они ждали. И вот им говорили, зачем вы залезли сюда в эту квартиру. Мы купили. Это аферисты продают. 29-летний сын, инвалид второй группы, на сегодняшний день поехал лечиться в Астану. Благо, что лечение бесплатно. Ведь у несчастной семьи денег даже на хлеб иногда не хватает. На сегодняшний день домом, в котором живут пенсионеры, назвать трудно. Ведь там нет ни тепла, ни воды, ни света. Однако жить в таких условиях здоровье у несчастной семьи Канайкиных просто не позволяет. Они просят лишь одного – выдать или вернуть им законные квадратные метры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова